У нас революции, когда происходили, оно имело одну цель – избавиться от плохого президента, сесть на его месте. Никаких изменений политика не предусматривалась, поэтому с нынешней власть ничем не отличается от их власти. Может моменты, у кого-то сын больше крал, у кого-то меньше крадет, или у кого-то жена управляет, или меньше управляет. Это только детали, которые ничего не изменяют. А так вот сама система осталась полностью коррупционной, централизованной, весь Куржистан являются иждивенцами, ждут, когда с центра что-нибудь подкинут. А развития нет и не будет. В 2010 году народ Куржистана всеобщими выборами власть поделил – половину парламента, половину президента, поскольку у обоих всеобщие выборы. Но, так скажем образно, все козырные карты оказались у президента. Мы козырными картами политики называем силовые структуры, поскольку все силовые структуры подчиняются президенту, и он главный в доме, и он как хочет управлять нами. Просто осталось такое название парламентское, а так парламентаризмом и не пахнет у нас. Как и было при Бакиево, Бакаево. Все большие вопросы решаются одним человеком – президентом. Нашу нынешнюю власть я называю авторитарно-совковым. Да, в советской власти тоже так боролись, кого-то расстреливали побольше. Вот это вот остатки той идеологии. Не меняя систему бороться с коррупцией невозможно. Да, можно посадить, да, страх наводить, но это может дать какой-то близкий эффект, а в дальнейшем оно наоборот будет. Вот сами смотрите, у нас кадровые вопросы решает один человек. Выборов на местах нету. Мы не можем мера города Бишкек выбрать населением, мы не можем Акимов выбирать. Здесь вот все это утверждается и назначается аппаратом президента, чем не советская система. А потом, то есть нету конкуренции идей, конкуренции кадров. Может быть какой-то, если выборы были всеобщим, может быть такой новый кадр появился бы, в Бишкеке, допустим. Он показал бы, как надо управлять. Потом мы избрали бы его президентом или премьер-министром. Авторитарная совковая власть продвигает только серых, безинициативных и послушных кадров. Вот таковым и является нынешний премьер-министр нашего правительства, Джо Марту Торбаев. Никогда ни одну идею не имел и не внедрял. И его поставили. Как бы там ни было, мы должны хоть какие-то традиции политические иметь и революции не делать. Вовремя проводить парламентские выборы, вовремя проводить президентские выборы. А пока есть время народу объяснять, как надо реформировать нашу страну. Так продолжаться не будет. На содержание президентского аппарата мы тратим миллиард самов. В прошлом году потратили. Только на перелеты, кроме этого, еще 55 миллионов самов. Вот недавно один молодой политик, Адиль Турдуулов, выставил документы, что только для алкогольных напитков наша госрезиденция купила на три с половиной миллионов самов водки. Вот наши показатели. Поэтому в нашей новой концепции, наряду с другими вопросами, предусматриваем такое. Высший правитель Ихрагастан будет жить у себя дома, как Ангела Меркель или другие руководители цивилизованных обществ. Насколько вам реально добиться успеха? Я не знаю, реально добиться или нет. Мы такой цели не ставим. Мы должны народу об этом открыто говорить. Пусть народ сами выбирает, кого избирать. Президентом, депутатами. Не секрет, что у нас президенты, в принципе, делились наклановость. Север, юг, север. Север есть такие признаки? Конечно, есть. Президентские выборы и сами президенты разделяют народ. И в коммунистическое время так было. Когда правитель был севера, с юга там шахтеры оставили во главе парламента. Когда с юга было, тябана находили в горах. Вот таким образом издевались друг над другом. Когда выборов были последние, тоже вот народ поделился. Северный выставляет, южный выставляет. Если мы перейдем на чистую парламентскую систему, такой болезни уже не будет. Президент будет избираться не на 6 лет, а на 4 года. И будет избираться в парламенте. Можно элементарно сделать по очереди. Один раз южные депутаты выдвигают, другой раз северные депутаты выдвигают. Так и очень много примеров в мире. Тоже в Малайзии по очереди они президентов ставят. Но президенты там ничего не решают. Только как символ. Когда только кризис правительства, тогда они вмещаются. А так тихо, народ даже не знает их. Поэтому если мы перейдем в парламентскую систему, и этот вопрос автоматически решается. Если Атамбаев или Тикабаев там такие сильные, пусть премьер-министром становится, как Ирдоган. И делает реформу.